Мы убили свидетеля, что теперь? Логичный вопрос, с которым задались многие стражи после того, как прошли сюжетную кампанию финальной формы и миссию на 12 человек, в которой мы как раз разобрались с тем самым кукловодом, пирамидоподобными кораблями которого нас пугали с релиза Destiny 2. Теперь не совсем понятно, с кем мы и для чего сражаемся, неясно как будет выглядеть будущее самой игры, Чего нам ждать? Бесконечной донатной дойки на эпизодах? Нового дополнения? Что такое Destiny 2 Фронтиры и будет ли Destiny 3? Горячие вопросы, однако. С меня попытка ответить на них, с тебя заваренный чай и лайк под видео. Итак, что дальше? Ну, тут у нас есть определенные рамки для ответа, на самом деле. Есть то, что известно официально, и то, что известно официально по слухам. Банжи не спешит рассказывать нам обо всех своих секретах. Они вообще затроллили нас нормально так. В первую неделю после релиза дополнения анонсировали стрим под громким заголовком Destiny 2 путешествие продолжается. Мы, игроки, конечно же, подумали, вау, разрабы решили ковать пока горячо, пока у игроков на пределе интерес к игре и хотят сразу продать нам будущие игры. Триквел или DLC. Собрались мы с вами на стриме, нам показали эпизоды и... Омещают неожиданные повороты в каждом эпизоде. Ну, посмотрим. А сейчас какой-нибудь неожиданный поворот будет? Мы за ним пришли. Одиннадцатый год. Что будет через год с Destiny? Кодовое имя Frontier. Включение продолжается. Двадцать пятый год. Ну и... и... Не говорите, что это всё. Что вы нам просто рассказали про три эпизода. Это же не всё. Это всё? А делов-то был, а обещаний-то было... Ну ё-моё. Да, нам просто ещё раз рассказали, что Банжи отказались от сезонов и заменила их эпизодами. Которые по сути являются просто сезонами с другим названием, о чём я уже говорил в отдельном видео. Но если в двух словах, эпизоды это самый главный рьюз и рискин в игре. До финальной формы Банжи говорили, что сезоны позади. Теперь будет новая модель развития контента, более завершённые самостоятельные эпизоды. По описанию напоминало доработанные небольшие такие дополнения, типа Dark Beyond или House of Fools первая часть, и Warmind времён второй части. Всё вот им подобное. На деле, один в один те же сезоны с минимальным отличием. Первый эпизод, в котором мы сейчас находимся, называется Эхо. Он посвящён выяснению того, что стоит за новой угрозой, внезапно появившейся на Нессе. Следующий эпизод, Неупокоенный, будет посвящён Фикрулу. И по описанию Банжи, этот эпизод будет выполнен в стилистике тёмного фэнтези и неким подобием вампирской тематики. Это любопытно. Ну а после этого будет эпизод Ересь, где мы вернёмся на дредноут Орикса. И посмотрим, что там происходило все эти годы со времён первой части и дополнения The Taken King. Кстати, ещё по недавним анонсам разработчиков, в третьем акте первого эпизода, который стартует 27 августа, в игре появится самая большая экзотическая миссия в истории игры, что безусловно интересно. Так что это мы ждём. Удобно, что эпизоды можно покупать отдельно, пропускать неинтересные и залетать на фарм того, что любопытно. Но для покупки нужно как-то пополнить кошелёк Steam, например. Как это сделать? Очень просто. Рассказываю. Заходим на сайт Купикод, вбиваем логин своего Steam аккаунта, выбираем нужную сумму и не забываем специальный промокод на скидку. Сейчас, когда начинаются летние распродажи в Steam, выгодно пополнить свой список игр было бы очень приятно. Для этого и забирай в описании к видео специальный промокод, с которым пополнение баланса Steam будет самой низкой комиссией на первое пополнение. 10%. Помните, что скидки на сайте синхронизированы со Steam, что очень удобно, когда там проводятся крупные распродажи. Если лень регистрироваться, можно через ВК или Телеграм заходить, но для зарегистрированных пользователей на сайте кэшбэк ещё действует на каждое пополнение. В каталоге можно даже найти те игры, которые недоступны в региональном магазине RF. В общем, если вы всё ещё не купили финальную форму или хотите купить на скидках другие игры, ссылку на сайт оставлю в описании. Думаю, многим сейчас это точно будет полезно. Ну что дальше-то? Что там в 2025 году? На этот счёт, как вы видели во фрагменте со стрима, у нас есть загадочный заголовок Destiny 2 Frontier. Сразу говорю, нет ни малейшего шанса, что это кодовое название Destiny 3. Потому что тут в лоб нам показывают логотип именно Destiny 2. Так что без шансов ещё раз, никакой теории и тайны тут особо не придумаешь. Но о них тоже попозже поговорим. Фронтир воспринимается как намёк на освоение космоса и миров за пределами Солнечной системы, в которой разворачивались события как первой, так и второй части Destiny до этих самых пор. Подтверждение этой догадки можно найти в комментариях разработчиков для Катаку. Робби Стивенс, помощник директора Destiny 2, рассказал о том, что они слишком долго работали над линейным повествованием в мире Destiny. И теперь хотят вернуться к расширению миров во вселенной игры в более таком широком смысле, в более вертикальном что ли. Так что если и делать какие-то предположения о том, как будет развиваться игра в ближайший год или даже два, то скорее всего Destiny 2 Frontier даст старт ещё одному году, состоящему из эпизодов просто в иных мирах. Но многие в сообществе беспокоятся о том, что дополнений для Destiny 2 может больше и не быть. Я имею в виду ежегодные большие дополнения. Поводом для таких подозрений стали кадровые перестановки и некоторые заявления представителей студии. Например, Катарина Масиду, надеюсь правильно прочитал имя, руководительница проекта, ответственная в большей степени за работу над дополнениями, которая регулярно появлялась в видеоматериалах студии перед релизом финальной формы. Всего несколько дней назад она объявила, что после завершения работы над финальной формой, она переходит из Банжи в другую студию. Есть подозрение, что эта другая студия тоже находится под крылом Sony. То есть, лид по дополнениям ушла, директор игры тоже недавно сменился, как мы помним, а тем временем Банжи упоминает в своём желании отойти от линейного повествования. Всё тот же Робби Стивенс говорит в статье. Весь контент, который появится в 2010 году, станет катализатором того, что произойдёт в Destiny 2. И какие из сюжетных нитей перейдут в будущее. Хочу подчеркнуть, что мы выходим за рамки линейного повествования, переходим к самостоятельным событиям и эпизодам, в которые легче погрузиться и в которых легче участвовать. Вам не нужно знать обо всём, что происходило раньше, чтобы насладиться этой историей и получить удовольствие от игры. Всё это наводит на мысли о том, что как раньше игра развиваться уже не будет. И в ближайшее время Destiny 2 встанет на рельсы выпуска эпизодов без дополнений. Одна история за другой, но никакой прямой связи между ними. Но есть и полярное мнение о том, что Банжи просто финансово невыгодно отказываться от дополнений. Об этом, например, написал Пол Тасси в Forbes. Он считает, что отказ от DLC может стать катастрофой для студии, поскольку сейчас Банжи делает большую часть выручки на крупных ежегодных дополнениях. Никакими эпизодами, донатом и ивентами эту разницу в падении выручки не компенсировать. По крайней мере, на краткосрочном планировании. Тем более, что мы до конца не уверены, будет ли Destiny 3. Ладно, я не верю, что говорю это, но давайте теперь обсудим вероятность Destiny 3. Долгое время ее отрицали напрямую. Уже со счету сбился сколько раз, отвечал сам на вопросы подписчиков, что любые ожидания Destiny 3 это путь в никуда. Но вот теперь, когда десятилетия саги позади, кажется, что идея триквела не такая уж и пустая. Все в том же видеоролике, рассказывающем о грядущих эпизодах, можно заметить вот такой фрагмент. От странника исходят путевые линии, такие, какими изображаются эпизоды. Всего их 13. Правда, одна из них почему-то сразу превращается в Красный Крест, так что, ну, пускай будет 12. Почему так, сейчас не суть важно. Так вот, если считать, что в год выходит от трех эпизодов, как сейчас, а всего этих маячков 12, то можно сделать предположение, что до 2027 года запланированы выходы таких вот эпизодов. Может ли это означать, что Destiny 3 появится к 2028 году, через 4 года? Да-да, это все тоже домыслы, играющие с ПГС и все вот это вот. Все же окончание арки света и тьмы в Destiny 2 и витающая в воздухе растерянность игроков относительно будущего игры и чувства, кажется, мы прошли Destiny 2, все это крайне комфортная почва для того, чтобы любой, даже самый грубый слух о Destiny 3 обсуждался с особым вниманием. Но с другой стороны, у Банжи сейчас вовсю подготовка к релизу игры Марафон, который должен выйти в следующем 2025 году, кажется. Официальной даты у нас релиза тоже все еще нет. Так что вполне может быть, что если работа над Destiny 3 идет, например, прямо сейчас, то по срокам релиза ложится довольно органично. Финальная форма в 2024, Марафон в 2025, новая игра в 2028 году. Какие еще намеки на Destiny 3 мы видели за последний месяц? Ну вот, например, этот, о котором я уже писал у себя в телеграм-канале. Хорошо нам всем известный Люк Смит, креативный директор Destiny, запостил серию из трех твитов в день перед релизом финальной формы, в которых поблагодарил всех, кто работал над Destiny на протяжении 10 лет, а также поблагодарил игроков. Наша надежда всегда сильна, когда мы говорим об игре Destiny, включая ее сезоны, DLC, экзотические миссии, секретные задания, внутриигровые ивенты, мерч и так далее. Мы искренне надеемся, что вам нравится время, проведенное в этой вселенной. Все, что мы делаем или сделаем, это и есть надежда. Игроки обратили внимание, что твиты опубликованы 3 июня, их всего 3, а в третьем твите слово HOPE выделено с большой буквы и упоминается 3 раза. Теория притянута за уши, скажет кто-то. Это на самом деле Тизер Half-Life эпизод 3. И было бы и правда смешно так покекать над теми, кто постоянно что-то желаемое выдает за действительное, но полным бредом ее назвать не получается. Ведь именно Люк появился в начале геймплейного ролика к финальной форме и говорил о том, что дополнение не завершает вселенную игры. И у них еще есть, что нам показать. С таким загадочным прищуром. И это я еще не говорю о тех слухах, которые сейчас ходят тут и там. На реддите появляются сообщения о том, что Destiny 3 уже вовсю разрабатывают, что там отказываются от системы классов, и игроки будут изучать и переключать их на одном персонаже, чего только не обещают. Но к этому я серьезно не отношусь и вам тоже не советую. Что я вообще обо всем этом сам думаю? Меня пугает перспектива того, что Destiny 2 на ближайшие месяцы и той годы может остаться в режиме эпизодов. Это логично, как я уже говорил в видео про эти самые эпизоды, для тех, кто играет в игру набегами. Но я не верю, что это удержит многих играющих сейчас. Я спросил об этом у вас, у себя в телеграме, и ответы тоже были примерно такими же. Большинство не готово оставаться в игре только на эпизоды. Ну а Destiny 3... Я все еще не думаю, что о ней стоит говорить серьезно сейчас. Нет, я совсем не исключаю, что она будет, все может быть. Но мусолить догадки и слухи не вижу смысла. Их обсуждают уже 3 года, если не больше. Будут конкретные данные, будет больше инфы, тогда и обсудим. А сейчас нет смысла. И вот еще что меня беспокоит. Банджи как-то говорили, что хотят сделать из Destiny медиаглыбу уровня Марвел. И вот сейчас, кажется, игра стала как Марвел. Но только по-другому. Сейчас мы увидели свою локальную версию Мстителя Финал, и теперь фанбаза не понимает, зачем смотреть слэш играть дальше. Киновселенная Марвел после Финала тень себя прошлой. Не знает, как себя пересобрать и переизобрести свою формулу успеха. Destiny 2 также дошла до пика, дала нам лучшее дополнение из возможных. Но теперь вечеринка окончена, и гости пытаются понять, стоит ли задерживаться и ждать авторпати, или лучше уйти на хорошие эмоции домой. Какой вывод я сделал для себя, вы и так уже в курсе. А что скажете вы? Пишите в комментариях. Я с удовольствием читаю каждый коммент сейчас, и буду рад обсудить эту тему лично с вами. Спасибо за просмотр, удачи! Самый лучший злочек, сэр! Отличник! Отличник!